МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Елена Волкова. Вы смотрите новости Курганрук. Жильцы одного из курганских дворов негодуют. Мусоровоз вывозит только те отходы, которые горожане бросают в контейнеры, а до расположенной рядом большой свалки никому нет дела. На место отправился Михаил Белокрылов. Да, мелкие бутылки бросать. Сейчас это непорядок. Не было бы этой кучи, а мы, конечно, в контейнер забрали. Дом номер 62 по улице Красномаячная в Кургане насквозь пропах нечистотами. Уже больше трех месяцев огромная куча отходов лежит посреди двора. Весь этот мусор образовался здесь по вине жителей частных домов, расположенных напротив. Жители кидают мусор не в контейнеры, а прямо рядом с ними, на землю. Жильцы пятиэтажки рассказывают, что не раз делали замечания соседям из частного сектора. Однако разговоры результата не приносят. Куча мусора продолжает расти. Частникам тоже никакой управы нет. Они вот таких вот собак держат, и все сюда вот, это соленье, варенье, что делают, все выкидывают. Мусор, который бросают в контейнеры, вывозят. Однако на вопросы горожан, когда же двор очистят от свалки, коммунальщики отвечают, кто накидал, тот пусть и убирает. Конечно, мы понимаем, что у нас здесь очень много жильцов. То есть в одном доме у нас 150 квартир, 156, в другом еще больше, жителей больше. Поэтому и мусора, естественно, больше. Но кто его увозит, мы так и не видим. По утрам приезжает машина, около 6 утра. Дом обслуживает управляющая организация «Надежность». Однако, по словам жителей, компания вовсе не оправдывает своего названия. Мы в свое время к волне относились, они как-то более-менее нас прислушивались. Мы, значит, как-то, ну где-то что-то обратимся с какими-то просьбами, они, конечно, нам помогали. Но о надежности это бесполезно, никакой надеги от них нет. В управляющей организации нашей съемочной группе пообещали, что мусорная куча вскоре будет вывезена. Специальный запрос коммунальщики сами отправили в администрацию Кургана. Михаил Белокрылов, Евгений Еремеев, Вячеслав Шевчук. Информационное агентство Курган.ру. Как утверждает статистика, особо тяжелые травмы в ДТП пассажиры автобусов получают, если не пристегиваются ремнями безопасности. Сотрудники госавтоинспекции в рамках операции «Безопасный автобус» провели массовую проверку общественного транспорта. Нарушают ли курганские водители правила перевозки пассажиров, узнавала Марина Белкина. За два часа операции сотрудники ГИБДД проверили более 20 автобусов. Почти на каждом междугороднем маршруте пассажиры пренебрегают ремнями безопасности. А вот отвечает, причем материально, за такую беспечность именно водитель. Мы в России живем. Предупредишь, а кто расстегивается, кто уснул, расстегивается, кто еще что-то. Так это прибирайте. А это не моя обязанность. Я начал движение. Ой, Господи. Здесь правила такие. Водитель выехал, все пристегнуты. А что там дальше делается? Мне здорово следить. Мужчине выписали штраф в тысячу рублей. А вот водитель маршрутного паза, как утверждает, вышел на работу совсем недавно. И даже не смог предоставить сотрудникам ГИБДД диагностическую карту автобуса, а проще говоря, информацию о техосмотре. То есть диагностическую карту найти пока не можете? Ну, если бы вы нам показали, как она вообще эта... Ну, я говорю, она вот формата А4, у вас личного транспорта нет? Нет, я даже это не знаю, что такое А4, вы мне говорите. У меня компьютера-то нет в этой жизни. Все понятно. Как оказалось, технический осмотр автобуса просрочен. К тому же нашлось еще одно нарушение. Данный аншлаг запрещено устанавливать на ветровое стекло, так как ограничивает обзор с места водителя. Во избежание наезда на пешеходов, в основном на остановочных комплексах, которые подходят к автобусу. Что это касается в основном пожилых людей, которые невысокого роста. Из-за данного аншлага будет не видно пешеходов. В итоге на водителя составлено два административных протокола. Тем не менее, мужчина категорически не согласен с таким решением. Говорит, просто не знал, что автобус, которым он управляет, имеет нарушение. У вас есть удостоверение на управление источником повышенной опасности. Вот если электрик не знает своих обязанностей, его никто к работе не допустит. И вы управляете источником повышенной опасности. Вы обязаны знать. Правила дорожного движения – это закон, который вас обязывает знать и выполнять настоящие правила. В инспекции сообщили, что в отношении самого перевозчика также будет проведено разбирательство. Вообще, во время акции в автобусах проверяли не только техническое состояние, но и соблюдение всех правил, которые установлены для маршруток. И здесь сотрудники автодорнодзора также нашли массу нарушений. Есть нарушения, касающиеся постановления 112-го правительства, то есть экипировки автобуса. Размещение аншлагов, размещение телефонов контролирующих органов, куда может обратиться пассажир в случае ненадлежащего, так скажем, исполнения обязанностей перевозчика. Вот такие. И где-то бывает, нет, фамилия, имя, отчество водителя. Кажущиеся, на первый взгляд, не особо важными предписания, на самом деле выливаются в серьезные проблемы. Как показывает практика, низкий уровень дисциплины водителей зачастую стоит здоровья и жизни его пассажиров. Марина Белкина, Евгений Еремеев, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру». Очереди бумажная волокита в прошлом. 10 января 2013 года в городе Кургане для посетителей открыл свои двери первый многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг. В неформальной обстановке руководство МФЦ и его партнеры обсудили с журналистами итоги своей деятельности за год. Сегодня в многофункциональный центр Кургана для получения своей услуги пришел 30-тысячный посетитель. Им стала юрист Ольга Гусельникова. Она пришла оформить имущественную сделку. Я являюсь представителем по доверенности. Хожу сюда практически каждый день и в день даже не по разу. Я считаю, что это вполне востребовано, вполне комфортно, все хорошо, специалисты нормально, быстро все принимают. Поэтому я лично вполне довольна. Кратчайшие сроки – это основное преимущество, которое может похвастаться МФЦ. Этому способствует комфортная обстановка, современное оборудование и квалифицированный персонал. Уходят в прошлые очереди и многочасовые ожидания, длительный сбор бумаг и справок и другие неудобства, с которыми периодически приходится сталкиваться каждому из нас. На первых порах в МФЦ обращалось всего около 30 заявителей в день. Сейчас максимальное количество посетителей за день – 400 человек. Одна из главных задач руководства центра – к 2015 году обеспечить беспрепятственный доступ 90% жителей области государственным и муниципальным услугам по так называемому принципу одного окна. Для этого сегодня проводится работа по созданию сети многофункциональных центров, которая охватит все районы Курганской области. На данный момент в МФЦ оказывается порядка 50 услуг, но и это еще не предел, сообщает руководство. Курганский МФЦ создавался буквально с чистого листа. Руководители центра посещали другие города, где такие многофункциональные учреждения уже давно работают. Получали консультации о том, как правильно организовать деятельность центра. Сегодня МФЦ в городе Кургане признан лучшим по всему Уральскому округу. Не только лучшего по обеспечению, по комфортности, по обучению, но и лучшего по деятельности, потому что Екатеринбург только начинает еще эту работу. Единственная МФЦ – это в Кургане, которая работает строго в соответствии с действующим законодательством. За уходящий год в работе по обеспечению населения качественными и своевременными услугами сделано немало. Еще больше предстоит осуществить. Как и везде, не все процессы проходят гладко. Существуют некоторые проблемы в организации работы, но при поддержке правительства Курганской области руководству МФЦ удается оперативно их решать, и они не сказываются на качестве обслуживания посетителей. Дарья Федерягина, Евгений Еремеев, Светлана Брагина, информационное агентство Курган.ру. 20 лет назад, 12 декабря, всенародным голосованием был принят основной закон Российской Федерации – конституция, которая закрепила прочность государственных конструкций, обеспечив политическую, экономическую и социальную целостность новой страны. В правительстве Курганской области накануне прошла научно-практическая конференция, посвященная юбилею Конституции. На мероприятии побывала Оксана Савакова. В референдуме 12 декабря 1993 года приняли участие более 58 миллионов россиян. Из них за принятие Конституции проголосовало 58,4%. Фундаментом и отличительной особенностью главного закона страны является то, что права и свободы человека провозглашаются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – это обязанность государства. Но при этом хочу заметить, что мы чаще делаем акцент на обязанности государства, при этом либо умоляем, либо преднамеренно уходим от необходимости самому гражданину соблюдать в вопросах и защищать свои права и свободы. Конституция – основа для развития законодательства и всей правовой системы России, в том числе и законодательства субъектов страны. Понятно, что не всегда удается избежать недостатков, как в разработке нормативно-правовых актов, так и в их применении, отметил глава региона. Поэтому собрания научных умов и практиков на конференции позволят определить пути решения проблемных вопросов. Анализировать и обсуждать главный закон необходимо для полного воплощения в жизнь конституционных положений о том, что Россия – это правовое, демократическое и социальное государство. Провозгласив самостоятельность исполнительной, законодательной и судебной власти, Конституция в 1993 году впервые ввела отдельную главу, посвященную осуществлению правосудия. Самый главный постулат определен в статье 120, подчеркивающей независимость суда и подчинение его только Конституции и федеральному закону. Суды Курганской области занимают активную позицию по возможности совершенствования законодательства. Так, по запросам судов за Уралия, Конституционным судом приняты пять постановлений о противоречии или несоответствии федерального законодательства Конституции. Конституция не только определила новый статус территорий, общей основой системы органов государственной власти и полномочия ее различных уровней. Впервые представительные региональные органы получили право принятия законов субъектов Российской Федерации. Примечательно, что создать федеративно-демократическую республику в противовес большевикам пытались еще в 1918 году на территории так называемой сибирской автономии. Общественные политические объединения, представляющиеся сибирские регионы, в том числе и из Уралия, выступили с инициативой предоставления Сибири прав автономии в составе Российской Федерации. Организаторами и депутатами Сибирской областной думы выступали зауральские ученые и общественные деятели. С этим законодательным органом нашу область связывают ее политический символ – бело-зеленое знамя, чьи цвета присутствуют на флаге Курганской области. По статусу Сибирская дума во многом сходна с современными законодательными органами государственной власти, и ее принципы стали основополагающими идеями современной Конституции. Она предусматривала формирование новой системы органов госвластий, в числе которых особое место занимали именно региональные парламенты. Пристальное внимание необходимо уделить изучению основных положений Конституции подрастающему поколению, решили участники конференции. Воспитывать уважение молодежи к закону – задача всего общества. Поэтому в рамках мероприятий, посвященных 20-летию основного закона страны, открытые уроки пройдут во всех образовательных учреждениях региона. Оксана Савакова, Александр Киселев, Светлана Брагина, информационное агентство Курган.ру По степени инвалидности диабет стойко занимает лидирующее второе место в ряду социально значимых недугов. Как устроиться в жизни и не дать болезни сломить себя, курганцам рассказали на очередной встрече диабетического сообщества. Подробности у Елены Шевкуновой. С момента своего создания общественная организация «Диабетическое общество Курганской области» обучает больных сахарным диабетом и их родственникам приемом самоконтроля. Именно это и является главной целью мероприятия, которое состоялось во Дворце культуры машиностроителей. 160 человек, больных с сахарным диабетом, пришли на акцию «Доступный самоконтроль». Необходимость проведения встречи возникла после того, как общество провело в конце ноября день открытых дверей. Тогда выяснилось, что многие диабетики не владеют элементарными знаниями, которые необходимы при таком заболевании. Почти со всеми участниками встречи лично побеседовал приглашенный из Тюмени врач-эндокринолог. Для больного с сахарным диабетом очень важна школа больных диабетом, чтобы обучить, как себя вести в сложных ситуациях. И поэтому очень часто проводятся такие встречи, групповые, как бы, получается, занятия массовые такие, где мы пациентам пытаемся донести то, на что не хватает времени на приеме. Также некоторым была оказана правовая помощь и разъяснена существующая законодательная база. Из лекции о правильности соблюдения диеты больные диабетом узнали, что список разрешенных продуктов для правильного питания намного шире, чем тот, которого они придерживались до сих пор. Курганское диабетическое общество находится по адресу город Курган, улица Комсомольская, 20, офис 112. На все вопросы вам ответят по телефону 61-88-89-42-18-37. Елена Шевкунова, Александр Киселев, Светлана Брагина, информационное агентство Курган.ру. Вместо игрушек новогодние желания. В городе снова проходит благотворительная акция. Неравнодушные курганцы собирают средства на подарки для детей из детских домов и малообеспеченных семей. Как проходит благотворительный марафон узнавала Дарья Федерягина. Необычные елки расположились в торговых центрах города. С пушистых веточек зимних красавиц на прохожих смотрят детские глаза. Это фотографии воспитанников одного из курганских детдомов. А на обратной стороне фотографии маленькие письма Деду Морозу. Такими новогодними волшебниками уже несколько лет подряд становятся все неравнодушные люди, кто не жалеет своих денег на подарки для обездоленных детей. К тому же акции от благотворительного фонда возрождения уже традиционно поддерживают и некоторые курганские предприниматели. К нам в свое время обратился фонд возрождения, чтобы мы оказали помощь в сборе средств на детские дома. Наша компания всегда рада помочь таким детям и принимать активное участие в этой акции. На счету депутата городской думы Натальи Семиной акция 2013 года уже девятая. Наш охват большой. В прошлый год было собрано и роздано тысяча подарков. Тысяча ребятишек получили подарки. Но я думаю, что у меня еще будет больше. Очень хочу этого. Я обращаюсь ко всем жителям города Кургана, гостям города Кургана. Примите, пожалуйста, участие в такой замечательной акции «Подари ребенку Рождество». Детдомовцы не единственные, кто получит подарки. Помимо них сюрпризы ждут и ребят из малообеспеченных семей. 26 декабря все вместе дети соберутся на новогоднем утреннике, где в праздничной обстановке каждый получит свой желанный подарок. Под Новый год каждому ребенку хочется немного волшебства. Так, Коля из Кипельского детского дома хочет машинку на пульте управления, а Никита – наручные часы. И, может быть, именно с вашей помощью каждый из этих детей станет немного счастливее. Дарья Федерягина, Александр Менщиков, информационное агентство Курган.ру Первые соревнования в новом спорткомплексе. В Кургане стартовал межрегиональный турнир по боксу памяти Виктора Меженова. Подробности узнавал наш корреспондент. Виктор Меженов по праву считается основателем боксов за Уралье. Именно он в ноябре 1952 года открыл в Кургане первую боксерскую секцию. Турниры в память о патриархе зауральского бокса проводятся с 2008 года. Ежегодно они собирают представительный состав участников. В нынешнем году на соревнования приехали 60 боксеров из Курганской, Тюменской, Свердловской, Омской областей и Пермского края. Возраст спортсменов от 14 до 18 лет. То, что сегодня к нам приехали на эти соревнования сильнейшие ребята из Уральского федерального округа, из Пермского края, из Омской области, ну, наверное, позволяет говорить о том, что эта площадка стала достаточно интересной. С точки зрения профессионального роста боксеров, с точки зрения тренеров, которые сюда приезжают и привозят сюда воспитанников, достаточно квалифицированный судейский корпус. Отчетные соревнования впервые проходят в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Велес», открывшемся в октябре. Одна из задач, которую ставят перед собой организаторы – привлечь детей к занятиям боксом. В большей степени, конечно, для чего его провести? Для того, чтобы вот сейчас зрители походили, посмотрели здесь, из-за озерного поселка, из близлежащих домов. Пусть посмотрят соревнования, они тут не какие-то такие, будем так говорить, там, уровневые, да? Ну, ребятишки боксируют друг с другом. Пусть родители походят, определятся, приведут в бокс, не приведут в бокс. Набор детей для занятий в секции бокса в новом спорткомплексе начнется 16 декабря. Всего примут 60 ребятишек, с которыми будут заниматься два тренера. Начинает работать зал, потому что начинает производиться набор. Все из понедельника мы уже ребятишек начнем сюда принимать. Маленьких сначала бокс, потом вот эту вот площадку делим напополам, боксерский зал у нас полностью весь занят. И здесь мини-футбол, баскетбол, волейбол. Сейчас еще тренера физкультурника подыскиваем, ну и сверху у нас тренажерный зал. Сейчас будем все это продумывать, составлять расписание, чтобы людям было удобно сюда приезжать, ходить, заниматься здесь. Боксерский турнир памяти Виктора Меженова продлится пять дней. Участники разыграют награды в трех возрастных группах, а финальные поединки пройдут 14 декабря. Марина Белкина, Александр Тетерин, Александр Мещиков, Светлана Брагина, информационное агентство Курганру. Накануне оператор сотовой связи «Мотив» устроил горожанам сюрприз. Все те, кто в этот день пришел в торговый центр «Пушкинский» за покупками, были приятно удивлены неожиданному празднику. Всех посетителей торгового центра при входе встречали промоутеры и дарили фирменные воздушные шары и флажки. А на третьем этаже гостей ждали веселые конкурсы и нескончаемые призы от «Оранжевого оператора». Не ожидали, что здесь такой замечательный праздник устраивает «Мотив». Ну и стали победителями. Очень понравилось, спасибо. Веселый ведущий задавал гостям каверзные задачки, а самым смелым и активным вручал подарки, которые в этот день лились на посетителей торгового центра, как из рога изобилия. Лишь компания «Мотив» позитивный эксклюзив. Интернет наш подключай и в хай-джи сети «Линдай». Автор этого стихотворения по решению компетентного жюри конкурса удостоился главного приза – ультрасовременного смартфона. Безумно рада тому, что получили телефон, абсолютно не ожидали. Попали сюда случайно, писали тоже случайно, даже сначала не хотели. Ну вот, так получилось, очень рада, безумно. Спасибо «Мотив». В этот день каждый желающий мог подойти к промо-стойке и подключиться к оператору сотовой связи «Мотив», а также получить квалифицированную консультацию специалистов. Особенно Курганцев заинтересовал тариф «Привет интернет» от «Мотива», который будет полезен всем, кто выходит в сеть со стационарного компьютера, а также тем, кто активно пользуется ноутбуком, платшетом и нетбуком. «Мотив» всегда удивляет, и этот раз не стал исключением. Никто не ожидал, что простые зрители – на самом деле профессиональные танцоры. Их яркое выступление и заряд позитивной энергии остались в памяти на все выходные, ведь в конце все участники флешмоба выстроились в слово «Хай-Джи». На этом у меня все новости на сегодня. Всего доброго! Каждый год мы с нетерпением ждем этого дня, планируем праздничные покупки и заботимся о близких. У вас известный вкус. Всего 14% по кредиту. Могу себе позволить. Новогодние проценты на счастливые моменты. Кредит новогодний. Всего 14% годовых. Восточный экспресс-банк. Ищите отличную столовую в Кургане? Новая столовая в районе пригородного вокзала. Прекрасная кухня и привлекательные цены. Вкусная еда теперь рядом с вами. Новый салон «Аквилон» на Гоголя. Очков стало еще больше, а цены еще ниже. Салон оптики «Аквилон». Гоголя 84А. Остановка КГУ. Зауральский курьер. Свежая газета. Только в этом номере. Дело номера. Время подводить итоги. Чем запомнился уходящий год. Читайте в газете «Зауральский курьер» с 11 декабря. Как в Рио найти точку приема объявлений? Все просто. Беги на зеленый. Найди свою активную точку. Торговый центр «Рио». Город засыпает. Тренировать свой мозг необходимо постоянно. Наши финалисты для этого выбрали нестандартный вид интеллектуальной психологической игры. Сегодня в арт-клубе «Гараж» мы будем выяснять, у кого развиты интуитивные способности и логическое мышление. Последнее испытание в арт-клубе «Гараж» расставило все точки над «и» в отношениях между финалистами. Самая лицемерная и коварная игра в мафию раскрыла истинную сущность участников. Кто умеет лгать, не краснее и вести за собой коллектив. А кто выдает себя с первых же секунд, смотрите далее. Так, ну признавайте, что мафия? Я считаю, мафия – это не наливание. Если ты так говоришь, что это либо не наливание, значит, не мафия. Потому что у человека, когда он сразу ничего не знает и просыпается, сразу говорит, что это точно они, значит, ты как мафия. А какой еще стратегии, какую еще выбирать? Мне кажется, это Кристина. Нет, это либо Аня, либо Нина, либо Кристина. Я, да, я мафия. Да. Я мафия. Кристина либо не поняла правила игры, либо она выбрала такую тактику обмана. Что ж, посмотрим, что будет дальше. Я считаю, это Аня, либо Нина мафия, либо Кристина, Жанна. Вот, 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 вот они меня потенцируют. Конечно, мафия – все, кроме Олега. Этот парень – настоящий святоша. Только проснулся и уже обвиняет всех. Сам себя подставил. Олег Романов, за тебя проголосовало большинство. Три человека считают, что ты мафия. К сожалению, они не поняли, кто я. Я прошу тебя вскрыть. Мне кажется, как мне это... А зачем сейчас? Мирные. Вот так вот. Будет Олег знать, как всех подряд обвинять. Скромнее надо быть в такой игре. Особенно, когда на кону твоя свобода. Теперь всю игру невиновный Олег будет сидеть в тюрьме. Город снова засыпает. И просыпается мафия. Мафия сделала свой выбор. Сегодня, к сожалению, не стала Жанна Сихоновой. Доктор решил вылечить себя, а комиссар посадил в тюрьму мафиозную Валерию Горных. Следующей ночью мафия попыталась убить комиссара, но доктор в этот раз сделал правильный выбор и вылечил его. В то время, как правозащитник успел посадить в тюрьму Ольгу Новикову, последнюю с кланом мафиози. А теперь вскрываем карты и лица. Комиссаром была Асель Майлибаева, а за маской доктора скрывалась Кристина Курочкина. Итог прост и позитивен. Победили мирные жители, с чем их и поздравляю. Хорошая была игра, а главное, какая интрига, сколько напряжения. К сожалению, а может и к счастью, мафия не смогла скрыть свою сущность, за что и поплатилась тюрьмой. Но игра не была бы настолько интересной, если бы не скрывающие хитрые лица, маски и карты с ролями. Эти неотъемлемые атрибуты мафии предоставила компания по организации и проведению интеллектуальных игр IQ Zone. На этом можно смело ставить точку в самом известном и скандальном проекте. Долгожданная развязка состоится 12 декабря в ресторане Гранд Хаус. Все будет происходить на ваших глазах. За прямой трансляцией вы, дорогие телезрители, можете наблюдать на сайте kurgan.ru. Да здравствует правосудие, да здравствует новый сезон программы прогноза погоды. Редактор субтитров А.Семкин Услугами какого такси вы пользуетесь? Такси Микс. Почему? Подъезжают быстро. Они вежливые. Низкие цены сдачу дают всегда. Не скажу. Мой папа там работает водителем. И что мне с вами сделать? Позвонить и заказать. Я люблю и минус двадцать, и минус пятьдесят. Градусов. Процентов. В технотеке стиральная машина Индезит с отжимом в тысячу оборотов. Всего за восемь тысяч четыреста девяносто рублей. И получи скидку до пятидесяти процентов. Подробности на Омской сто шестьдесят три. Лечебная косметика из Франции. Филарга, Биодерма, Кларан, Виши. В новой главаптеке по улице Пушкина, двадцать четыре. Контактные линзы. Лекарства от простуды для всей семьи по сниженным ценам. Ждем вас. Улица Пушкина, двадцать четыре. Телефон шестьсот шестьсот сорок шесть. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Мария Скокова. Хотите, чтобы дорога была комфортной? Такси Микс. Всегда приятные и яркие впечатления от поездки. 77-77-77. Служба заказа такси. Попробуй. Понравится. Спонсор прогноза погоды. Интернет-магазин бытовой техники. Технотека онлайн. ТТДфис онлайн.ру спасет от переплат. В преддверии нового года желаем вам стать еще более привлекательными. А главаптека готова помочь в этом. Лечебная косметика из Франции. Филарга. Альтернатива инъекции красоты. В главаптеке на Пушкино 24. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. А теперь о прогнозе синоптиков. В четверг в Заурале будет находиться под опекой антициклонов с юга. Благодаря чему жители региона ждет погожий зимний денек. С большим суточным ходом температуры. В Тюмине, Екатеринбурге и Челябинске от минус 7 до минус 10. К вечеру местами начнется снег. В Кургане ночью переменная облачность. Без остатков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха минус 18-20. В нем в Кургане переменная облачность без существенных остатков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 7-9. Атмосферное давление будет слабо падать. 12 декабря солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Тираж зауральского курьера под народный контроль. Если вы не получаете газету, звоните. Зауральский курьер. Каждый дом. Триколор ТВ – это пакет российских телевизионных программ для бесплатного индивидуального просмотра. Триколор ТВ – это многопрограммное телевидение для районов, удаленных от эфирных передатчиков, для жителей деревей и дачных поселков. Триколор ТВ – телевидение всей России без абонентской платы. Официальные партнеры в Кургане – Курьер Ситилайт. Улица Коля Мегодина, 124А. Офис 304. Телефон 467-222. Уважаемые предприниматели, разместившие свою рекламу на точках приема. Если вы не можете сдержать улыбку от успехов вашего бизнеса, сначала обеспечьте маской себя, затем своего ребенка. Новые точки. Новые возможности. Новые возможности.